Десногорские музыканты А теперь об этих и других событиях подробнее. Сегодня, 9 июня, православные отмечают Вознесение Господня. Праздник этот приходится на 40-й день после Пасхи. В память о событии, которое произошло по преданию на Масленичной горе Близ Вифании. Вознесение Господне – один из двунадесятых праздников, которые считаются одними из самых важных после Пасхи. Накануне в церквях и храмах провели всеночное бдение. А сегодня состоялась торжественная литургия, которая завершилась чтением раздела Нового Завета, рассказывающего о Вознесении Господа. Сегодня принято печь пироги с луком, а также поминать умерших блинами, вареными яйцами и яичницей. Также считается, что после Вознесения Господня на смену холодам придет теплая летняя погода. А вчера, 8 июня, свой профессиональный праздник отметили социальные работники. В регионе в профильной сфере трудятся сегодня более 8 тысяч специалистов. Благодаря ежедневным усилиям этих людей, многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды и все те, кто оказался в сложной жизненной ситуации, преодолевают трудности и обретают веру в завтрашний день. В Смоленске отличившихся соцработников наградили грамотами и благодарственными письмами. Эффективность использования современного оборудования, а самое главное – безопасная эксплуатация атомных объектов. Это основные темы Международной научно-технической конференции 2016 года, в которой приняли участие и десногорские ветераны атомной отрасли. Десятая юбилейная конференция проходила в Москве с 25 по 27 мая. Посвящена она была безопасности, эффективности и экономике атомной отрасли. Обменяться опытом и информацией по ключевым вопросам эксплуатации атомных электростанций и перспективами развития атомной отрасли прибыло 800 человек, включая и иностранных делегатов. В первый день с докладами выступили представители ведущих компаний атомной отрасли. Во второй день прошли заседания 21 секции по актуальным для атомной энергетики тематикам. Своим ценным опытом поделились и смоленские атомщики. Такие конференции по атомной отрасли необходимы для того, чтобы делиться опытом, профессиональным опытом со своими молодыми коллегами. Во всем мире делаются существенные шаги по повышению безопасности энергоблоков и атомных станций в целом. Эта ключевая тема звучала в каждом докладе участников. Наряду с высоким профессионализмом атомщиков, Все атомщики должны быть нацелены на обеспечение безопасной работы атомных объектов. Не должно быть катастроф. Все атомные станции должны быть безусловно безопасными. Значит, это прозвучало как лейтмотив на этапе всей конференции. Атомная отрасль развивается. Современные технологии позволяют безопасно эксплуатировать станции и строить новые энергоблоки. Такие города, как Десногорск, в которых работают высококвалифицированные специалисты, Живут их семьи и растут дети. Я думаю, что именно они должны развивать атомную энергетику. А для этого нужно строить новые блоки. Если будут строиться блоки замещения, будут развиваться такие города, как наш Десногорск. А это значит, что у атомной отрасли есть будущее. В Смоленском культурно-выставочном центре имени Тенишевых выставлены гравюры к произведениям Данте, Мильтона, Серванта, Сальлафонтена, Перо, Бальзака, Кветхому и Новому Заветам. Автор произведений – французский художник, живописец Поль Густав Доре, которого называют величайшим иллюстратором XIX века, за непревзойденную игру света и тени в его графических работах. В Москве прошел книжный кинофестиваль «Красная площадь». В нем приняла участие наша молодая рослевская писательница Анна Иванова. Она презентовала свою очередную книгу «Тайный секрет успеха». Остросюжетные романы писательницы популярны и за пределами России. Десногорская группа вернулась из венгерского гирьена, где приняла участие в восьмом фестивале «Дунай-рок». На встрече, которая состоялась в общественной приемной администрации Десногорска, музыканты поделились своими впечатлениями. За семилетнюю историю этого знаменитого рок-фестиваля наши музыканты были не только первыми среди российских групп, но и первыми иностранцами. Фестиваль сразу приобрел статус международного. Как признаются ребята, они за несколько дней увидели все самое лучшее венгерское в музыке. Фестиваль огромного масштаба, на котором мы считаем, что там собрали все сливки венгерского рока, то есть там были звезды номер один. Музыканты очень скромно говорили о своем выступлении на фестивале, а все больше о гостеприимной гирьенской публике. У них бис звучит, бисо, 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 и они нас не отпускали со сцены. Нам пришлось по кругу начать с первой песни, второй песни. Кроме концертов, десногорцы посетили столицу Венгрии – Будапешт, побывали на выставках и экскурсиях. Рядом с Герином стоит, есть городок, в котором прямо под открытым небом находится около 20 гектар огромное поле, и прямо как улицы выстроена советская военная техника. То есть там, начиная от буханки скорой помощи и заканчивая там тополем эм, вот все это присутствует. Также в своем плотном графике музыканты нашли время и возложили цветы к памятнику советских воинов-освободителей в городе Пакш. Мы специально привезли еще с собой георгийскую ленту, которая у нас 9 мая осталась. И к этому венку, он немножко другой вид имеет, нежели у нас, и к этому венку привязали георгийскую ленту, что очень тронуло и наших переводчиков, и мэра, что такое отношение, но оно иным и не может быть. Наши музыканты заложили основы международных дружеских отношений и наладили культурный обмен. Этот городок, а также город Пакш, они намерены очень плотно сотрудничать с нами, они очень серьезно относятся к этой дружбе. То есть эту дружбу надо хранить, беречь. И с их стороны мы увидели все для того, чтобы эта дружба развивалась. С нашей стороны нужно обязательно эту дружбу хранить и поддерживать. Участники группы «Пост Криптом» поблагодарили администрацию Десногорска лично Вячеслава Сидункова и Инну Михайлову за предоставленную возможность побывать на фестивале в Венгрии. Двусторонние визиты в рамках соглашения о культурном сотрудничестве между нашими городами в 2016 году продолжатся. В сентябре на День города мы ждем делегацию из Венгрии, а в ноябре десногорцы примут участие в праздновании Дня Святого Мартина в Герьене. В областном центре продолжает работу международный фестиваль документального кино «Евразия ДОК», который в этом году посвящен цветным революциям. 7 июня смоляне увидели фильм белорусского документалиста Тенгиза Думбадзе «Арабская дуга. Управляемый хаос». В фильмографии мастера более полутысячи фильмов. Большинство из них сняты в горячих точках планеты. Новости спорта. Смоленские спортсмены претендуют на включение в сборную Бразильской Олимпиады. Регион могут представить 12 спортсменов. Об этом на брифинге 7 июля заявил начальник главного регионального управления спорта Эдуард Зайнчиковский. В летние каникулы в каждой школе нашего города работают оздоровительные лагеря. Организаторы придумывают для детей различные мероприятия, на которых ребята проводят время интересно и с пользой. В лагере «Радуга» школы номер один мы побывали на спортивном празднике. В веселых стартах принимали участие две команды – «Солнышко» и «Спортивный». Ребята соревновались в эрудиции, отгадывая загадки, соревновались в ловкости, сноровке и умении работать сплоченно. За каждую победу команды получали баллы. После подсчетов первое место в неравной борьбе заняли «Солнышки». Второе место досталось спортивным. Сегодня мы победили, потому что мои друзья мне помогли. Мы заняли первое место. Классные соревнования, мне все понравилось. Больше всего мне понравилось, где мы бегали с мячами. Все команды получили почетные грамоты за участие в соревнованиях и памятные сувениры. В области участились случаи пожаров. В поселке Стодолище вечером 8 июня произошел пожар. Сгорел жилой дом, два сарая и баня. Причины устанавливаются. А в Смоленске сегодня в 3 часа ночи на улице Партизанская сгорел отечественный автомобиль «Лада Гранта». Пострадавших нет. Ущерб и причина пожара устанавливаются. 10 июня с 14.00 до 16.00 кадастровая палата по Смоленской области проведет горячую линию на тему, как правильно поставить на учет земельный участок. Звонки будут приниматься по телефону 848 12 64 86 15. С 19 по 28 июня на базе войсковой части 3678 города Десногорска состоится 9-й международный слет Отечества. Принять участие в нем могут подростки 2001-2003 годов рождения. Необходимо только обратиться в молодежный центр 6-й микрорайон бывший Дом детского творчества. Телефоны 3-25-04, мобильный телефон 8-915-654-62-59. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna-tv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok